Православие в литературе. Вот такую тему мы сегодня будем раскрывать вместе с нашими гостями в студии. У нас в студии наш эксперт Ларис Курочкин, библиотекарь библиотеки Паустовского. Доброе утро вам. Доброе утро. И Ольга Мелехина, реставратор музейного центра. Здравствуйте. Реставратор в воскресе. Воистину в воскресе. С чего мы начнем? С художественной литературы? Или, я так понимаю, у нас есть какая-то прям реликвия, судя по внешнему виду книги, очень возрастная? Давайте, Ольга, с вас начнем. Ну, православная книга, конечно, это, прежде всего, мне кажется, Библия и такие богослужебные книги. И я, как реставратор, хочу представить вам вот такие книги, которые я реставрировала. Тяжеленькая, судя по тому, какой. Напряглись пальцы, да? Она очень тяжелая, да. Эта книга «125 лет». Ого. Да, она на церковно-славянском языке. С ней была проделана большая работа, укреплены листы. Аккуратнее. А я нежно, очень нежно после реставрации-то, конечно. Да. Ой, так хрустит страшно. Нет, приятно хрустит. Так, «125 лет». Сколько у вас ушло времени для того, чтобы реставрировать? Где-то около месяца. Месяц? Да. Чем-то отличается работа с такими изданиями от обычной реставрации? Какая-то особая энергетика или особая сложность в этой работе? Место. Да, есть сложность, потому что вообще время постаралось над этой книгой. То есть она была немного заплесневелая, немного изъедена червями. И это все надо было убрать. И некоторые листы были помяты. Ну, и в общем, приходилось с ней, конечно, поработать. А как, не знаю, можете ли вы в двух словах, какая технология, как плесень убирать? Это химические какие-то реагенты, да? Да, есть, конечно, химические реагенты, обработка специальная. Потом все это выдерживалось под прессом, потому что увлажнялось и прессовалось, чтобы листы были ровные. Что касается таких уже современных изданий, что мы можем выделить, какая у нас сегодня подборка? В честь этого светлого праздника я принесла как художественные издания, так и публицистику. Вот замечательная книга «Жизнь и житие воина Ясеневского». То есть всем знаком этот человек, этот потрясающий человек. И вот эта книга как раз рассказывает непредвзято совершенно о его жизни, о его нелегкой, скажем так. Очень непростой, да. Да, то есть как вот он был в ссылке два раза в Красноярском крае в 20-х годах, в 40-х, что ему пришлось перенести. И как он все-таки вот благодаря своей вере, своим душевным качествам, как вот он все это перенес. Ну такие жизненные описания, это, наверное, вообще первый жанр в православной, вообще в религиозной литературе. А художественная православная литература, это что вообще такое? Ну да, сейчас, кстати, современные писатели очень часто стали обращаться именно к какому-то духовному описанию. К описанию, ну какой-то судьбы человеческой. Вот, допустим, вот эта книга рассказывает про тяжелую судьбу одной простой женщины. Как, что у нее происходило, ну в принципе, как она пришла к Богу, то есть благодаря вот, ну не навязчиво, совершенно не навязчиво, совершенно нет никакой такой яростной пропаганды православия. То есть как-то так спокойно все получилось, но тем не менее православие красной нитью проходит через эту книгу. Ну читать очень интересно. И когда читаешь вот такие книги, я так думаю, получаешь какое-то умиротворение, какое-то духовное спокойствие. Да, я согласна. Да, что немаловажно, вот в наше такое тревожное время, я считаю, что такие книжечки надо обязательно читать. Ну вот не могла не принести вот эту вот интересную книгу «100 чудотворных икон». То есть я думаю, что может быть каждый даже человек в какие-то тяжелые минуты своей жизни обращается к какой-то своему ангелу-хранителю или же к иконе Божией Матери, к иконе Спасителя с какими-то словами. Ну просит помочь. И тут вот приведены различные иконы святых людей и молитвы, краткое описание, жизнеописание вот этого святого. Ну тоже интересная очень книга, красочная. А мое внимание привлекло очень маленькое издание, вот такое прям в ладошки помещается. Можете его поближе показать и о нем рассказать. Да, эта книга тоже интересная. Это золотая коллекция писем. Здесь представлены письма святых, в том числе Николая Второго. То есть письма, да, касающиеся веры, касающиеся любви, ну вот всевозможных. Тут есть и советы, тут есть и какие-то напутствия, как себя вести в какой-то либо ситуации. Ну просто тоже интересная очень книга. Такая малышка, дорожная. Прям с собой всегда можно. Тоже можно брать с собой в дорогу и просто читать душевно, как-то успокаиваться. У Ольги в руках. Все время тоже была какая-то книга. Интересно, может быть, рассказать? Да, я хочу рассказать и порекомендовать читателям Виктора Васильевича Лихачева книга «Кто услышит коноплянку». Это в этой книге повествуется о нашем современнике Михаиле Кирееве, который, узнав о страшном диагнозе, решил изменить, решил все оставить, изменить свою жизнь и отправиться пешком по России. Интересно, что сам автор Виктор Васильевич тоже шел пешком по России. Автобиографическая книга, по сути, книга, да. И главный герой проходит путь от духовного возрастания, от неверия к вере, от смятения к покою. В общем, хорошая книга, рекомендую ее к прочтению. Спасибо большое. А вы, Ольга, когда занимаетесь реставрацией, обязательно ли сами читаете те книги, которые реставрируете, знакомитесь с содержанием? Да, я знакомлюсь с содержанием, мне интересно, да. Особенно, когда редкие книги попадаются в руки, действительно, я заглядываю в содержание. Но прочитываю не полностью, потому что надо работать. А не читать. Работать, а не читать. Потому что, да, либо работаешь, либо читаешь. И можно еще один вопрос к реставратору. Какая самая, ну не знаю, что это, старая, получается, книга в ваших руках была? Какого года издания? Вот это, вы сказали, 125 лет. Это рекорд или есть еще книги, которые старше этой вы реставрировали? Пока, наверное, это рекорд. 125 лет? 125 лет, да. Еще о каких-то изданиях мы не сказали, из тех, которые есть у нас. Чтобы мы все рассказали? Конечно. Да, то есть я, конечно, могла взять больше книг, но вот взяла самые такие, ну, на мой взгляд, которые мне показались интересные. Ну, конечно, вот классика, Иван Шмелев, Лето Господне. Тут описывается старый московский быт, глазами мальчика. То есть вот эти вот православные традиции, православные вот эти вот все обряды. То есть очень-очень интересные читатели. Самое интересное, что она рекомендована для школьников. Написана очень простым языком, очень светлая, такая хорошая книга. Да, ну, конечно, Майя Кучерская, приходские истории. Здесь тоже описание, такие небольшие истории. Даже с некоторой долей юмора описывается поведение людей, как это все происходит, какие у них пожелания, какие... Ну, то есть, да, тут проникнуты, естественно, темой православия, но тоже читается очень легко, очень интересно. Катя, расскажи, что ты там нашла для себя? Ну, как ты думаешь, что я могла найти? Сразу я про Ксению Петербургскую читаю. Потому что Петербургская или потому что Ксения? Нет, потому что я была в тех местах, о которых здесь идет речь. Это тоже очень интересно. Знаете, какой еще момент, наверное, надо отдельно проговорить. Все вот эти издания, они есть в библиотеке, их можно найти. Это, наверное, не самая такая очевидная вещь, когда думаешь про библиотеку, понимая, что это художественная литература, какая-то прикладная. Но и издания религиозной, православной тематики, они тоже есть, в частности, в библиотеке Паустовского, куда мы вас приглашаем. Приглашаем? Обязательно, приходите. Давайте больше узнавать, особенно вот, когда приходят какие-то большие праздники. Мы вроде бы все в этой атмосфере оказываемся, но не всегда что-то знаем о том, что же значат какие-то события, явления. Поэтому давайте читать больше и о православии тоже знать больше. Продолжение следует...